всем привет добро пожаловать на мой канал лоя арт-терапи сегодня я хотела бы показать вам вне расписания обычного моего потому что обычно вы знаете что у меня уроки выходят по средам этот урок выйдет вне расписания то есть концу недели и почему потому что нам предстоит праздник пасха поэтому я нашла в прошлом году вот я покупала такую красивую пасочку и покажу вам как нарисовать из чего состоит пасочка до из каких форм простых как ее нарисовать и мы вот нарисуем такую простую форму классическую да то есть как цилиндр с вот такой шапочкой сферической и с какими-то там украшениями да мы не будем рисовать слишком сложно с какими-то цитрусами так далее просто с красивыми с какой-то красивой присыпкой в форме шариков каких-то таблет но как не таблеточки как монеточки дают такой вот формы в общем вот такое вот что-то нарисуем для этого что нам понадобится значит первое что нам всегда нужно для любых набросков это конечно же бумага в этот раз я возьму вот такую вот бумагу 200 по моему миллиграмм на квадратный метр это целлюлозная бумага вот такой вот у меня скетчбук малевич вот так же нам понадобится конечно же карандашик для наброска вот я также беру еще дополнительно и вы можете тоже принципе взять любой совершенно формат формат и бумагу даже офисную а4 можете взять вот где мы будете пробовать просто как набросочек делать также нам понадобится конечно же ластик у меня это будет вот такая клячка и такой вот обычный ластик для мелких деталей я всегда держу при себе вот такой вот ластик карандаш от кохенур а потом так как у меня тоненькая бумага я ее буду сразу крепить скотчем вот я приклею скотчем вот таким вот конечно же планшет на тот случай чтобы когда мы работали с акварелью все-таки акварель это работа с краской и водой и для того чтобы вот так вот делать до чтобы она правильно в нужном направлении стекала я всегда креплю это на отдельный планшет это просто деревянная такая вот подставка обычное и для школы покупают многие можно в принципе взять любую книжку даже на книжку что наклеить на на именно верхнюю часть да то есть на обложку то есть она не промыкаема обычно обложка естественно убедиться что не промыкаема или какой-то скетчбук например сверху прям можно приклеить это не проблема и вот у меня палитра такая высокая да вот я вот так обычно ставлю и вот здесь вот рисую также нам понадобятся красочки то есть я возьму в этот раз уже другой немножко набор хочу посмотреть насколько он отличается по пигменту да это набор от производителя роса украинские краски и что он еще конечно же вода понадобится конечно же понадобятся кисточки я возьму кисточки вот такую пипетку возьму но вы можете просто кисточка активировать красочки и я возьму кисточку вот шестерочку да это шестерочка у меня в данном случае рембрандт вы можете взять любую шестерочку также возьму тоненькую насколько здесь вот это будет нормально вот 0 . да вот тоненькая но как бы в принципе если у вас хорошая шестерочка такая вот с остреньким концом например синтетическая да то есть вот она синтетическое у нее острый кончик можно принципе все делать острым кончиком предварительно промокнув бумагу для этого конечно же нам понадобится и бумага я беру вот такие бумажные полотенца обычно они у меня всегда стоят возле меня вот всегда держу при себе потому что не всегда получается контролировать бумагу хотя я работаю давно уже акварелью но все равно она иногда играет совершенно свою роль вот и капризничает потом я возьму чуть потолще кисточку вот у меня например рублев семерочка но это на самом деле в принципе с учетом того что вот эта классическая шестерка дата это едва ли семерочка скорее это какая-нибудь десяточка я думаю где-то вот так но собственно вот вы можете посмотреть на размеры да то есть вот допустим карандаш и вот вы можете смотреть по размерам примерно какие-то но в принципе помните что абсолютно всегда можно справиться в принципе шестеркой с острым кончиком главное чтобы кисточка была для акварели ну что давайте начнем начнем с простого конечно же с набросочка значит я хочу показать форму это очень важно значит что такое у нас пасочка как она обычно делала на разных форм добывает вот такая немножко вот такая расширена кверху бывает ровно это почти ну то есть вот такая вот но в любом случае если мы просто нарисуем вот так она не будет похоже на пасочку да то есть не будет вне объема она как будто плоская а вот если мы нарисуем как цилиндр цилиндр от квадрата до отличается тем что вот она как бы получается вот он сверху такой кругленький а сбоку он вот такой ровненький и получается когда мы рисуем да как бы сверху сбоку то мы видим вот эту вот часть вот такой вот и здесь внизу тоже будет то получается вот такой вот эллипс и получается вот такая вот форма снизу наша по у нашей пасочки а сверху смотрите вот он эллипс он имеет середину вот эту точку да вот и сверху у нас идет сфера то есть вот вот такая вот то есть мы в принципе можем это не дорисовывать если мы понимаем да как она идет то мы можем просто верхушку такую нарисовать вот можно конечно же сделать я немножко неровненькой потому что все таки мы не забываем что это пасочка она поднимается не ровненько как-то так как как поднялась так поднялась поэтому можно ее даже вот такой вмятой сделать где-то да вот вот такой вот мы ее сделаем вот и вот здесь она будет вот так вот идти вот таким образом вот давайте теперь базируясь на этом и нарисуем но сначала прежде чем мы приступим к уроку мы должны приклеить лист и так все у нас готово значит давайте сразу обозначим что за вот эти границы мы не выходим чтобы не было не помещающихся деталей а значит перед пасочкой я хочу разместить пару маленьких яичек и пару веточек поэтому вот наверное вот у меня будет вот где-то здесь начинаться сама пасочка а здесь будут такие но даже может быть пониже вот так вот вот здесь будут яички да ну и она будет где-то вот вот такой вот чтобы как бы в принципе разместить ее максимально значит вот будет среди на линия нижнего эллипса вот я рисую эллипс вот так а потом будет вот примерно такая ширина да вот такая ширина и соответственно вот так вот а теперь сделал вот этого середину линия да и сделал вот такой вот курок врача даже не кругу так эллипс тоже опять таки потому что если слишком сфера она будет прям слишком сильно выбирать поэтому мы сделаем эллипс причем вот здесь по бокам я чуть-чуть приподниму потому что пасочка она как будто бы но не совсем эллипс да потому что на равномерно вылезает получается из формы и здесь вот небольшой объем есть поэтому вот здесь вот так сделал вот значит смотрите я опущу вот вот здесь еще один эллипс я сделал для чего я это делаю давайте я все-таки возьму карандаш поярче чтобы вам было лучше видно и чтобы он при этом легко стирался начать я доведу вот здесь вот здесь потом вот это вот я потом расскажу для чего значит вот это вот так края у нас а потом вот это вот вот и здесь у нас пойдет вот такие вот подтекания да вот вот это у нас будет такое оформление здесь такая вот будет стекающая стекающая такая вот капелька вот такая она будет вот а вот эта линия это у нас будет линия такой вот бумажки знаете она вот такой вот формы вот такой совершенно небрежной формы сделать ее но вот таким вот полукругом и здесь вот она будет немножко то прощится и поэтому вот немножечко вот так вот чуть выходить за границы пасочки видите то есть видно будет что здесь вот немножечко такая вот как бы отходит немножко мы потом где он там тенюшечку такую интересную здесь вот такая капелька будет вот и здесь вот такой вот такая форма у нас будет то есть у нас будет здесь какие-то цукатики вот они такие вот будут кусочки вот там будет торчать что-то оттуда с той стороны да то есть вот здесь будут такие вот блин в бляшечки вот такие выдавит нужно такие вот сделать еще вот тоже такие здесь можно и маленькие тоже сделать да и шарики то есть сделаем прямо разное вот такой вот здесь у нас тоже мы сделаем какой-то вот такую вот штучку здесь вот так вот будет небрежно торчать какой-то кусочек с той стороны да и вот такая вот у нас будет пасочка я пока не стираю ничего ничего не стираю вот и сейчас еще добавлю яичек часа посмотрю значит знаете я вот здесь вот вот так продлю вот по вот этому эллипсу я сделаю да как бы вот у нас будет потому что если я вот здесь сделал будет неправдоподобно потому что у нас как бы действительно такой вот как получается эллипс и здесь вот действительно такой у нас будет край так что я смотрите видите как хорошо когда мы набросочками пользуемся всегда можем поправить это на ничего не будет стоить так я сразу вытираю лишнее вот это вот я вытираю лишнее потом вот беру вот здесь у нас помните мы договоришься будет капелька вот здесь вот смотрите как сразу стало лучше выглядеть из-за того что я пошла по краю этого эллипса сделал вот эти вот подтеки именно по краю эллипса которым изначально нарисовать значит здесь вот вот такое будет а вот здесь вот какой-то вот такой торчать будет потому что он там в это вот глазури вот и здесь тоже будет вот такой полукружочек торчать вот вот так значит и сделаем такие пару яичек до таких вот шоколадных можно можно такие вот шарики тоже сделать и вот такой вот яичко вот оформление такое значит вот здесь вот проведем как будто бы она лежит на такой вот веточки да какая какая-то такая будет веточка это как мимоза вот я такая такого сделаю здесь вот вот такой вода яичко здесь вот тоже пусть будет такое яичко шоколадная да здесь вот веточка принципе но вполне вполне себе нормально а также я сделаю как будто бы вмятинки смотрите вот именно как у меня кого-то я рисовала вот эти вот долине вот у меня здесь будут такие вот мятинки вот на именно вот такие вот они будут мятинки они будут идти до низа вот так вот здесь и теперь убираем резиночкой лишнюю значит вот это вот убираем да вот это вот форма мы потом все это под корректируем так что у нас это у нас убираем то что внутри яйца потому что яйцо будет впереди да давайте я возьму свою кисточку потому что цепляется то есть раз цепляется так теперь мелкие детали да я хочу мелочевку здесь немножко подстереть вот такой вот вот эта форма потом вот это здесь у нас продление идет здесь тоже у нас будет цукат мы не увидим из этого края пасочки вот здесь тоже край пасочки не будет виден да вот здесь вот я тоже подотру вот так что у нас вот здесь еще смотрите у нас был эллипс намечен мы его сотрем можно прям так стирать потом просто подрисуем где надо так смотрите еще вот здесь вот у нас внутри эллипс был тоже давайте это в сотрем потом подрисуем здесь у нас было среди на линию стираем вот бумага кстати это не очень любит прям когда ее стирают поэтому я стараюсь не сильно прям не сильно и стирать но все равно что-то да повредиться в этой бумаге но очень капризно значит смотрите здесь мы сделали здесь вот мы не ровно окей мы стираем лишнее вот здесь что-то осталось вот здесь вот такие вот вещи они на самом деле не страшны вот вот так вот мы сделали теперь давайте просто здесь вот взял вот такой вот вот такие вот листики с одной стороны да я делаю так просто потом я вот здесь немножко сделать толщинку этот листик будет в эту толщинку отсюда уже от этой толщинки буду вот сами листики рисовать вот теперь у нас здесь вот этот ровненький уже не обвожу много раз я вижу один раз вот и вот здесь вот такой вот яичко шоколадную да потом я продолжаю эти вот складочки на бумаге них продолжаю все здесь у нас идет краешек сейчас я сотру вот эту вот середину линию на не стерлась у меня хорошенько потому что я рисовала твердым карандашом надо наверное им не рисовать вот здесь мы сделаем вот такой вот тоже не ровно и внутри стираем лишние линии вот здесь вот смотрите тоже серединные линии вот этих да то есть мы можем стереть или если вы решили что вот такая вот такой вот наоборот форму листов серединные линии то можете оставить вот я сейчас подправлю знаете кого-то даже немножко было поэтому я вот так легко вот так все таки легко добавлю середину линию потому что было с ней симпатичнее вот это всегда все можно подкорректировать теперь что я делала я стираю вот эту вот часть все мы уже сделали набросок нам уже не страшно мы уже никуда не выйдем вот опять таки смотрите что можно это обвести линером а можно оставить как есть клячка это все подработать и потом чисто добавить цвета и тени давайте вот я клячкой сделаю я придерживаю лист удерживаю саму конструкцию на котором не это содержится вот такими вот то есть именно там где мне не нравится слишком ярко я это убираю более того я смотрю что мне вот здесь вот выглядит как будто бы как будто бы краешек здесь пробивается но мы мне нужен потому что у нас здесь никакого края нет мы не видим саму пасочку потому что она уже палит а вот этим вот вот это глазурью вот все смотрите вот так у нас получился вот такой вот набросочек а теперь значит давайте я возьму свой референс которого я это все рисовал и мы будем выбирать цвета давайте посмотрим примерный референс до бумага у нас но другая но мы ее можем сделать чем на коричневой обычно она бывает здесь мы посветлее добавим да вот эту верхушку сделаем такого блеклого белого цвета немножко желтоватым оттенком и разноцветные вот эти вот штучки но яички вообще у нас проблем не будет тут главное поиграть со светом и тенью правильно значит смотрите готовлю водичка и начинаем работать с краской активируем красочки я активирую все но сейчас я объясню какие мы будем использовать во первых я вижу очень хороший вариант под работу с вот это вот бумагой это у нас сочетание вот такого вот цвета да немножко заболотистого вот видите такого цвета это можно сказать холодный коричневый у меня в данном случае но вы можете воссоздать добавив немного зеленого в коричневый то есть он вот такой вот давайте вот смотрите у меня есть классический коричневый да вот такой вот чем вот такой вот коричневый классик в принципе да ум броженная можно сказать вот у меня у брожан жены есть цвет травянистый да вот я его чуть-чуть добавляю и начинаю работать лишнюю воду я убираю то есть мнение не нужно чтобы и видите смотрите чем больше буду добавлять сюда аккуратно зеленого тем больше он будет похож на этот но кстати мне вот этот я смотрю вообще не нравится мне больше нравится смешанный коричневый чем вот этот вот сюда давайте я лучше сама сделала вот такой вот коричневый про который я говорил да вот смотрите прекрасно получается коричневый и я начинаю именно с него вот давайте у меня получать слишком темный поэтому я добавляю немножко водички начинаю рассредоточить как бы растягивать по вот это вот штучки работаем быстро смотрите видите видно хорошо да что я делаю вот здесь вот где у нас яички мы здесь вот аккуратненько проводим тем самым кончиком кисточки которая отвечает за острый кончик да то есть острый кончиком аккуратно обводим вот вот вечер уже руки устали трясутся вот так вот смотрите все хорошо видно очень переживаю что вам хорошо было видно смотрите я получается растянула цвет у меня получил здесь более интенсивно а здесь он будет более светлый я это делаю намеренно потому что таким образом у меня будет подчеркнуто форму потому что форма здесь получатся здесь вот да получается она идет уходит уже как бы в тень а свет максимально падает вперед то есть у меня будет этот падать свет спереди поэтому я делал вот здесь вот у меня будет с краем затемнение а здесь центре будет более светлая я вот видите сейчас пока мокрая красочка я рассредотачиваю свет вот так вот и продолжаю вот здесь вот дорабатывать уже цветом но главное не дожидаться пока высохнет цвет это очень важно потому что как только у нас высыхает краска остается вот этот вот кантик почему я беру целлюлозную потому что вы чаще всего используете целлюлозную да и легче дорабатывать какие-то косички это очень хорошо для ученического варианта так как вы сможете если что давай то что у вас сейчас пропали вот эти вот рисочки которые мы планировали да что будут вот эти рисочки вот эти вот полосочки не страшно мы же их помним визуально мы вот примерно помним где мы чертили все мы доделаем вот это пусть подсыхает значит давайте посмотрим то что совершенно не стыкуется с вот этим вот уже заполненным цветом потому что иначе будет куда-то растекаться давайте не не будем так делать значит что здесь мы делаем мы берем значит цвет я возьму цвет охры до охриста такой цвет вот вот очень-очень светлый смотрите у меня прям совсем светленький добавлю чуть-чуть синего но совсем чуть-чуть чтобы он у меня получился такой немножко грязненький наверно да он получается немножко грязенький и будем его использовать его из него сделаем тесто оставляем значит охра с синим цветом ультрамарином например это самый частый цвет мы его оставляем будем делать тесто а вверх давайте сделаем все-таки с таким вот голубоватым немножко но такой нам тоже не подойдет опять таки он как-то мне вообще не нравится такой прям вот фиолетовый сделаем да в общем смотрите есть такой небесный голубой вот такой вот он если его в него добавить немножко красненького то он будет фиолетовым я пытаюсь сделать такой чтобы он не был не был слишком слишком темным поэтому я добавляю много воды смотрите то есть он здесь на палитре цвет у него есть но он будет очень-очень блеклый вот давайте даже попробуем я не приверженец сразу наносить да вот так будет нормально значит мы не будем все закрашивать это очень важно мы не будем все закрашивать мы сделаем смотрите мы я наношу вот этот вот эту краску на кисточку да чуть-чуть набираю потом беру и заполню как бы наполняя водой и и да и у меня получается вот такой цвет еле-еле до еле-еле смотрите вот таким цветом я сейчас и буду пользоваться вот так и вот у меня получается такой цвет он еле-еле такой вот какой-то на меня вот такой вот сделаю и смотрите я не заполняю все нет я заполняю выбирать только капельки это однозначно потом смотрите с этой стороны у меня однозначно будет темнее поэтому да я с этой стороны заполняю потом с этой стороны тоже у меня будет опять таки темнее с этой страны тоже заполнилось вот есть тоже будет не страшно то есть я смотрите еле-еле его вот я в каплю провожу капли очень небрежно то есть цвет такой очень брюк и поэтому отлично значит самая светло будет часть вот здесь поэтому я в принципе дохожу я уже смотрите не набирается это вообще я дохожу растягиваю его до вот этого нашего то вот это наши середины при этом не забывая не оставлять белесости в вокруг вот этих вот наших элементов декора почему это очень важно понимать потому что вокруг не как раз будете мне значит смотрите я взяла просто смочила чистой водой то есть я промокнула кисточку от вот этого цвета смочила водой и сейчас выравнивать свет да то есть я чуть-чуть возьму еще чуть-чуть этого цвета и вот сюда вот в эти вот места да как опять таки смотрите как им прошлый раз у нас здесь темнее здесь темнее здесь будет светлее вот здесь будет тоже самое абсолютно и вот такими вот движениями да как бы промакивающими вот добавляя его вот сюда пока сухой предыдущий естественно слой вот он здесь чуть-чуть здесь здесь вот на капельке у меня тоже будет видите где вот этот вот полукруг получается в капельке тоже вот у меня вот такие вот движения все вот здесь вот вот так и в принципе все я больше не буду больше никуда добавлять я не буду дальше выходить все я лишь единственное что хорошенько промокну кисточку то есть у меня прям действительно чисто все и вот здесь вот где у нас пошли такие вот линии то непонятные я поправляю что было понятно что это и конечно же промакиваю периодически кисточку в салфетке чтобы не перенести темно цвет с одной и с другой стороны вот в эту светлую часть все я теперь больше ничего делать здесь у нас подсохла но достаточно подсохла чтобы уже не растекаться и в принципе я могу так как здесь минимальное соприкосновение я могу приступить зелененькая вот это вот веточки да то есть смотрите у меня есть такой вот травяной цвет но так как это же весна все-таки я добавлю желтенького вот у меня желтенький такой цвет вот я добавлю сделаю смотрите его весенние потому что это веточка весенние вот здесь не все прорисовываю я не буду прорисовать все более того лишнюю лишнюю водичку я уберу вас смотрите вот таким образом видно все верно вот видно как я теперь видно вот так да то есть так непрежно вот так вот здесь потемнее мне будет ну что все таки здесь и пасочка дает свою тень так видите я не стремлюсь заполнить все то есть какая-то небрежность такая вот в этих лепесточках лишнюю красочку я снимаю она мне здесь не нужно потому что она потом будет некрасивыми разводами вот такой вот вот теперь я возьму немножко все таки вот этого темного и добавлю сюда по краю чтобы листья получились вот такие неравномерные да вот я рисую в принципе кончиком но иногда я немножко на него давлю вот и очень легко провожу видите и конечно же вот у нас среди на линии есть мы конечно же немножечко сюда добавляем посредине линии но опять-таки не заполняйте места которые у нас остались прям незаполны вот такой вот видите неравномерненько получается вот здесь вот где переходики смотрю так не очень или например белая слишком белая я заполняю но она уже не цветом заполняется такими вот видите блеклыми вот такими штучками вот принципе вот и таким образом у нас как раз веточка что надо получается вот у нас есть здесь фиолетовый но он очень у нас очень мало пигментированы поэтому я беру синий цвет потом беру красный цвет и замешиваю новый фиолетовый чтобы он был более насыщенный значит промакиваю кисточку лишнее чтобы здесь меньше было воды и чуть-чуть вот чуть-чуть добавляю в основании да вот так вот в основании вот эти вот листиков вот такой вот до небрежность появилась но при этом листики не посредине как были немножко провожу не страшно тоненько совсем в некоторых местах побольше то есть вот этот листик вообще можно так серьезно сделать темным потому что он все-таки на него и тень падает и так далее но все как бы больше я уделять этой веточки не буду никакого внимания значит теперь остались вот это яичко на стыкуется с вот этим еще не просохшим элементом поэтому приступаю к вот этому давайте тут уже классика мне кажется должна пойти то есть все классический вот такой вот красный да но опять таки достаточно пигментированный и при этом достаточно воды и пигмента то есть должно быть сочетание значит смотрите как я делаю я добавляю серьезно пигмента потом убираю лишнюю воду вот и добавляю чуть-чуть воды то есть разбавляю меня получается не так пигментирован и здесь я уже отделу вот такие вот светлые части зачем я их делать когда полностью уже промывая кисточку зачем я делаю для того чтобы вот здесь вот у нас яичко она получается немножко все-таки бликует да но не глянцевая глянцевая но все равно она будет бликовать поэтому потом когда мы подрисуем форму да то есть у нас будет вот здесь вот потемнее можно даже кстати с фиолетовым смешать чуть-чуть как я смотрите мешая на видно чуть мешая красный немножко с фиолетовым и здесь вот добавляю чуть-чуть вот это я делал потому что в принципе рефлексирует да то есть отражается частично цвет вот этого вот этой бумаги и плюс смешивается получается этот фиолетовый этот коричневый цвет он смешивается с красной получается как раз и такого неравня мы оставляем это так мы потом возьмем и чуть-чуть здесь сделаем нет не белая а именно чуть-чуть блеклое очень но надо чтобы она подсохла вот это яичко даже не яичко это наверное какой-то шоколадное такое яичко да она у нас имеет границу здесь мне немножко видимо поцарапала карандашом поэтому я это обыграю чтобы понимали что такие вещи можно обыграть например я его сделаю темнее да то есть я возьму и сделаю коричневого таким вот коричнево-фиолетовым таким прям темным вот я как раз его вот смотрите вот так обыграю нажати шоколадные яйца могут быть любого цвета здесь будет у нас вниз значит назвать немножко это будет как бы на свету и чуть-чуть еще вот здесь и вот так вот внизу у меня собрался помимо пигмента еще чрезмерная вода поэтому я ее под собрала как это делать просто берете полностью мойте кисточку и полностью этой кисточкой промакиваете в бумагу и собирайте лишнюю лишнюю воду или лишний пигмент смотря что вам нужно так вот здесь вот вот таким вот образом у нас остается потом давайте я добавлю чуть-чуть синего что у нас получилось здесь тенешечка такая вот теперь пока подсохла у нас это веточка мы можем здесь сделать любое яичко давайте сделаем классика конечно же будет желтенько аккуратненько у меня палитра уже очень грязно поэтому я аккуратненько делала такое желтенькое яичко но у меня будет ярко вот такое вот вот такой вот смешное такое неровненькое прям вот такой вот яичко и у него конечно же будет немножко оранжевая в тени чуть-чуть то желтая как бы такое более затемненная да мне поэтому чуть добавила оранжевого но очень-очень видите прям очень-очень во первых темно цвет позволит но вот эти наши взъяны во время наброска скрыть во вторых в принципе когда что-либо касается поверхности да но как бы там образуется тень накладывается на цвет она получаться темнее итак у нас осталось одно вот это вот какой-то неровное яйцо почему-то он такой неровно это наверное типа шоколадная такой неровно вот и каким цветом давайте синему был прям таким синим обычным цветом синий вот вот такой вот синий сейчас мы его немножко конечно подровняем но сильно прям не зарубляем так очень аккуратно здесь вот не касайтесь желтенького так вот так вот все теперь у нас здесь будет вот такой как блик опять-таки новички на вот это у нас шоколадное яйцо поэтому она с фольги поэтому там по-любому будет в лик такой серьезный я добавила зеленоватого чтобы здесь вот в тенюшку добавить зеленовато синего то есть такого немножко бирюзового темного очень красиво так вот это у нас получилось теперь давайте здесь немножко поработаем на здесь поработаем с этим яичком то есть видите я добавила чуть воды и таким образом вот это вот которая блестела у меня более не менее она перестала казаться будто блестит то есть видно уже что это яйцо что прям как такового блика нет но при этом здесь есть смотрите явно светлый участок вот сейчас подсохнет будет лучше видно вот и то же самое я делаю с вот этим вот потому что это все таки яичко как бы но вот тут главное не прям не перестараться чтобы она не совсем не слез потому что яйцо то светло вот смотрите если у нас что-то съедается мы вот опять-таки чистой кисточкой убираем лишнее так вот но таким образом смотрите у нас вот получается вполне натуральная яичко вот так вот вот у нас получилось здесь кстати тоже надо довести яйцо до нормального вида вот все мы как бы сильно прям не будем этим заниматься более того смотрите видите уже у нас полосочки вот эти вот появились мы можем эти полосочки подчеркнуть значит берем темный коричневый цвет вот темно-коричневый если вам нужно потемнее можно синего чуть добавить будет более темные вот такой более темный вот такие вот добавлю полосочки здесь вот тоже кантик обведу вот так периодически я немножко надавливаю на кисточку это добавляет какой-то какого-то живого лайна даже боле не на руки уже устали конечно все на весу смотрите если у вас устали руки ванна весу сложно но вот можно в принципе вот таким вот образом перевернуть я в принципе не люблю издеваться над собой только потому что надо правильно все делать там потому что так говорят поэтому переворачиваюсь мне удобно вот я переворачиваюсь и перевернула здесь у нас будет потемнее не спокойненько вот это делаю и как бы не переживаю значит смотрите теперь я что могу сделать я могу вот так вот вот этим вот штучкам вот так вот повести немножко добавить затемнение потому что на же там все-таки как складочки да мы таким образом чисто визуально сделаем это вот смотрите теперь что я хочу сделать теперь я хочу взять закрасить вот эту штучку да то есть сама сама тесто и потом уже мы будем заниматься другими элементами как раз пока подсохнет у нас верхушка значит смотрите тесто у нас будет это охра вот таким немножко красноватым да вот такое тесто будет вот охра с немножко красноватым вот пусть будет такое опять таки правило такое же да то есть у нас у у нас здесь вот будет чуть-чуть потемнение с краев к центру чуть-чуть светлее до более того смотрите можно с вот этих краев начинать главное сильно не залезать не на капельки вот потом остальное когда все воде затемнение проработала то есть я вот здесь вот обведу капельки да и тут уже работу очень быстро смотрите значит я вот таким вот движениями вот оставляю как будто бы залысины на бумаге то есть именно пропуске я их закрашивать не буду то есть это будут такие вот более светлые участки вот я их закрашивать не буду я сейчас добавлю цвета более темного вот здесь вот вот потому что у нас там темнее то есть добавлю чуть-чуть и вот под вот этой вот вот под этим кантиком тоже у меня будет темнее почему мы это делаем потому что это будет выступать это же всегда как бы какой-то толщинку имеет и из этого толщинки вот из этой там будет образовываться тень вот если вам нужно скрыть карандаш да то есть вы видите карандаш берите закрашивайте его более темным цветом этого не повредит вот смотрите видите как у нас натурально это получилось теперь я еще немножко добавляю уже там у меня какого-то коричневого такого да то есть который уже был на палитре может делали вот эту вот штучку каркас как бы для пасхи вот я его добавляю этот цвет сюда и теперь смотрите пока вот это вот здесь уже все подсохло давно если что можно салфеточка или чем-то чтобы если вдруг что не повредить значит вот я беру темный цвет то есть что у меня уже подходит на палитре есть то я беру и вот здесь вот так вот как бы по краю вот этой вот бумаги еще добавляю вот теперь смывая цвет смачиваю кисточку и вот делаю такие движения да то есть только по краю того что я уже нарисовал да зачем это я делаю потому что опять таки бумага тоже немножко оттопыриваться на дает тень то есть идет толщинка и здесь смотрите что вот такие вот перехода прям резких не было я беру его так вот делала такие вот движения вот вот такая вот у нас получается уже пасочка видите она живая такая живенькая за счет того что мы добавляем вот эти вот все затемнение вот и сейчас я хочу взять маленькую кисточку и затемнение сделать уже более серьезно то есть если вам у вас там подсохла уже можете добавить чуть воды ну вот у меня все хорошо и вот я делаю тоненькой кисточкой пока мокрая еще и делаю с одной стороны да вот это вот такую тенежку серьезно вот так вот с этой стороны у меня будет больше более интенсивно эти с этой меня на то здесь чуть-чуть а здесь вот прям вот смотрите стучатся с вот этой стороны потемнение прям будет да вот смотрите как получается прям видно что то толщинка да вот так вот теперь у нас как будто бы здесь не хватает темно а то есть еще я делаю то же самое тоже темненьким но вот так переворачиваем и вот здесь вот подкрашу вот как у нас было на то у меня черный цвет лишнее все снимаю то есть не надо чтобы у нас много было на кисточке иначе она будет нехорошо выглядеть вот опять-таки набираю вовремя надо набирать цвет на когда мы видим прям совсем уже кисточка пустая мы набираем вот и смотрите вот в этих впадинках мучить надавлю на кисточку да где выпукла мы не надавливаем где вот впадинки мы на данную и вот таким образом получаем вот такую тенежку вот вот у нас получилась тенежка все здесь мы уже все они не будем ничего делать потом у нас есть еще вот такая тенежка тоже вот это фиолетовая которая у нас было это будет такая вот тенежка вот вокруг вот этой вот цветной штучки но я уже сразу это дело у меня все равно есть время именно поработать с тенюшками коль я уже взялась поэтому я сначала стены а потом уже доработаю цветом все равно это тоже кисточкой делать то есть видите получается что как бы по сути не особо есть разница то есть если вы четко знаете что делать то необязательно тенежку прям рисовать после того как уже цвет нанесли можно принципе тени сразу рисуют некоторые даже советуют принципе тени рисовать изначально даты закладывать прям самого начала так но у нас тенежки отличный получат мне нравится здесь вот так потом вот это вот кантики сделала да конечно я устала сегодня так смотрите вот у нас получается вот так мы кантика такой вот обведем вот вот и здесь у нас какой-нибудь темное что-то будет тоже такое все значит этим мы поработали давайте пока вот здесь вот все сохнет мне нам нужно все равно чем-то заняться я предлагаю взять и вот здесь вот красивенько красивенько оставшимся цветом обвести красиво но а цвет очень светлый поэтому я опять-таки давайте возьму прям травяной цвет вот так вот травяной и чуть синего вот так и вот такой вот цвет сделаю такой холодный немножко зеленый и это будет у нас кантик вот этих листиков окантовочка такая я не все прокрашиваю чтобы было интересно я заметила что когда линия не ровно она как-то очень интересно поэтому у меня иногда где-то я давлю на кисточку где-то я совсем не давлю на кисточку да они были нигде то вообще не прохожусь но при этом видите я обозначаю четко границы обычно смотрите там где изгиб листика там у нас происходит затемнение да то есть там шире обычно линия поэтому возгибов да вот изгибов я чуть надавливаю кисточку кстати кисточка это очень хороший я и очень довольна это вот это вот рублев она очень классная вот и ей очень комфортно работать видите я надавливаю она очень податливая прям на самом деле как как моя вторая рука настолько как бы мне нравится с ней работать я прям чувствую и вот все у нас получился вот такой вот такая вот веточка получилось да что у нас теперь я думаю чтобы наверняка я просушил работу вернусь к вам после того как просушил ее и так смотрите я просушил работу вот пока я сушила я подумала что надо будет еще добавить теней у нас там есть блеклый вот этот вот цвет от него добавим воды и добавим тени а сейчас я хорошенечко промываю я даже возьму другую воду для того чтобы промыть я хорошенечко промываю кисточку и начинаю работать с цветами да то есть вот я добавлю у меня будет желтенький цвет вот будет оранжевый цвет потом я смешаю желтый с оранжем добавлю туда еще красненького да то есть такое там не будет перетекающим потом добавлю синего ультрамарина вот у меня будет синий ультрамарин вот это тоже перетекание какое-то потом вот такой отдельно утрамарин вот шоколадный цвет у меня будет обязательно и вот принципе а и розового конечно же надо розового желтенький с красненьким розового у меня нет как такового поэтому можно будет воспользоваться таким красненьким просто блекленьким так значит смотрите вот так вот я вот эти вот штучки делаю обязательно где моя салфеточка очень важно убираю лишнюю вот вот так вот вот так вот теперь набираю сразу рыжего и вот такие вот видите я оставляю во всем такие вот небольшие проблески так так у меня здесь были злая поправляем поправляем и перед перехожу как говорится перевожу в общий то вот теперь что у нас такая вот очень тонкие наверное надо все таки более тонкими кисточками рисовать я наверно тоненько вот этого возьму потому что получается слишком для этих тоненьких слишком толстота кисточка поэтому вот все что тоненькая вот буду мы таким такой кисточка делать вот вы знаете я смотрю что смотрю что что цвета как бы в принципе не хочется много прям цветов добавлять вот наверное я ограничусь вот желтеньким почему-то желтеньким не смешался стал больше оранжевым и ограничусь наверно желтеньким зелененьким голубой у нас уже есть поэтому вот я больше такие вот какие-то здесь у меня что-то непонятно непонятно такой цвет то где-то получился добавленного кого-то такое синего вот это вот мелочевка у меня тоже какая-то будет такая вот несусветная несу разненько так что еще зелененького я хотел добавить много водички зелененького вот такого зелененькая вот зелененькая коричневенькая конечно же вот красная оранжевенькая и вот здесь вот еще давайте желтенького то очень мало желтенького поэтому вот это вот у нас будет такой желтенького это сухофрукты не знаю что это вот такое вот у нас будет больше похоже на вам даемся вот потом смотрите я подчеркну немножко еще тень очень мало здесь цвета в основном вода вот значит вот здесь вот подчеркну тень но мне надо подмешать тень потому что мне не получилось у меня тут очень сделать достаточно внушительный так сделала здесь вот тоненько-тоненько сделал да именно там где стыкуются прям тонкое дело вот как будто были на рам видите здесь 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 потом уже когда она просохнет я добавлю уже более легкую такую тень как раз нам вот тот тот свет легенький будет идеален сейчас нам нужен пигментированный теневой цвет это вот такой вот сиреневый я перешла на более толстую кисточку и вокруг яиц я делаю эту тень так вот так вот так вот и вот тогда вот так вот я добавила идти потом вот здесь дно по-любому будет теньюшка да то есть вот здесь еще будете здесь у нас здесь у нас будет тень здесь у нас и вот здесь под яйцом у нас будет тоже тень вот так смотрите да как делаю не делаю это очень быстро потому что потом я буду размывать от это все стыке вот смотрите я теперь делаю так размываю их вот здесь у меня и вот здесь уже когда буду размывать вот мне понадобится этим планшетом управлять до чтобы пустить в ножное русло вот эту воду чтобы она не полилось непонятно куда и зачем то есть нам нужно его пустить вниз здесь вот так вот то есть вот да вот смотрите от пасочки у нас синюшка от всего что под ней и теперь вот здесь вот я добавляю тоже вот эти теневые элементы здесь тоже у нас вот то есть тени потому что весом этого не добавим будет очень очень блекло и не не будет ощущения что это что-то объемное и в принципе живой так смотрите значит тень мы получаем до 5 таки синий красный хотим более красную делаем добавляем чуть красного там где у нас тени ну кажется недостаточно можем добавлять вот так но пока она мокрая да то есть из у нас подсыхает мы это уже аккуратненько да смотрите очень важно вовремя размывать тень так все теперь я полностью вымывая кисточку она полностью светлая и я вот здесь вот как бы свожу на нет эту тень да но при этом основные предметы у нас уже подчеркнута тень то есть уже видно что там тень вот смотрите как вот так вот и здесь же опять таки я добавлю тень вот здесь смотрите вот так потому что это толщинка самой пасочки поэтому я добавляю сюда добавляю вот сюда добавляют это вот видите как бы прям видно что появился объем такой хороший классный объем ну и теперь конечно же у нас появляется в 10 тенюшка на то есть вот такая небрежная вот такая вот то есть тень которая происходит именно от того что здесь такие вот предметы на то есть она такая более плекла но она заметна тем не менее она заметна есть вот так вот видите если у вас здесь вот появилась такое как бы появился такой край прям сильный и вам не нравится можете вот так вот немножко его смягчить да или не смягчайте с вам вполне нравится вот собственно такая вот у нас получила чудесная пасочка сейчас мы ее высушим в принципе можем уже подписывать и так как видите все уже высохло выглядит очень хорошо красиво вот и теперь я думаю добавить вот такую вот надпись если вы не хотите можете не добавлять я сделал вот такую вот линию согласно вот этому изгибу и теперь здесь делаю да вот так вот цвет мой и вот здесь вот мне будет проще написать чтобы она была ровненько на вот лишнее вот так вот есть и равенку все это точно теперь я беру линар однозначно вот линар и глинаром уже эту надпись обвожу вот так вот если я вижу что какие-то буковки мне не нравятся да я могу вот когда в 10 был была х очень такая ровно я решила ее сделать немножко закругленными краями и это сделала во время обведения теперь смотрите вот пару таких вот вниз уходящих линии я обвожу вот так здесь тоже вот так надпись должно в принципе выделяться но не обязательно чтобы она можно закрасить вот эти вот обведенные вещи можно не закрашивать я оставлю так пока да пока я оставлю так и сотру лишнее опять таки я сотру вот таким вот пластиком от кофе но как как ластик клячка начну с тех частей которые и писала раньше очень тяжело иногда рисовать или писать или что-то вот такие вот вещи делать творческие и говорить поэтому я иногда делал паузы а вот но вот я объясняю причину почему эти паузы происходят потому что действительно ты когда погружаешься в процесс ты полностью вот входишь какое-то медитативное состояние и порой очень сложно из этого состояния так легко прям выпрыгнуть поэтому у меня иногда бывает вот такие вот провал и так ну вот смотрите получилось все очень клёво вот теперь я считаю что уже можно отклеивать то есть все полностью просушена никаких никакого цвета никуда добавлять не буду и считаю что все очень хорошо удалось я начинаю снимать скотч ровно с того места которая находится наверху да то есть нижние слои я снимаю в конце и смотрим смотрите за счет того что мы самого начала заклеили лист не смачивали его не заклеивали в конце а самого начала то можно увидеть что у нас этот лист очень ровный посмотрите да несмотря на то что это действительно очень тонкая бумага но тем не менее лист очень получился ровный и хороший то есть принципе можно вырезать до такой вот бумагу я рисую там нужную вам по формату до сделать такую как бы открыточку и на ней собственно нарисовать все что вам нужно вот я рисую всегда на больших форматах но вы можете рисовать даже на самых маленьких кстати у меня выходит новая серия я помимо того что он у меня на канале появилось золото да и работы с добавлением золото в рисунок так же у меня появится новая серия миниатюр то есть очень маленькие работы вот остальные работы я буду делать больших форматах до начиная с ну почти а4 или там опять это будет принципе минимальный такой формат наверное вот дальнейшем поэтому если вам нужно прям миленькая вот скоро будет такой прекрасный плейлист да у меня с такими вот миниатюрами значит работа в принципе готовы можно обвести можно не обводить дополнить на линером но в принципе я довольна работой все прекрасно надеюсь вам тоже понравилось у вас все получилось я в этом уверена желаю вам творческих успехов отличного настроения обязательно подписывайтесь на мой канал потому что это всегда приятно и и помогает мне увидеть что людям это интересно и то что я делаю действительно им нравится обязательно ставьте лайки под конкретным видео что вам понравилась эта тема я таким образом вижу чем больше лайков тем больше я на эту тему в дальнейшем снимаю видео и конечно же пишите комментарии задавайте вопросы я очень рада была сегодня провести с вами день всем спасибо пока пока